Еще с начала 90-х жители дома 38 на проспекте Дзержинского начали бороться со своей соседкой, которая нелегально торгует самодельным алкоголем, не выходя из своей квартиры. По их словам, здесь постоянно находятся нетрезвые люди, которые могут угрожать безопасности простых жильцов и тем более детей. Дети, которые маленькие, мальчишки, они живут, приходят со школы, они боятся зайти в подъезд. Заходит кто-то спокойно, сделаешь замечание, он промолчал, ушел, а другой, он тебе оттолкнет и может стукнуть. И мне уже тоже, вот я вот с этим долго занималась, и меня предупреждали. Ты, говорит, не связывайся с ними, ты не знаешь, выйдешь завтра из-подъезда или не выйдешь. Они вот ходят днем и ночью, и вот они, я говорю, они вот гадят нам, мы просто уже не знаем, куда обращаться. Живи к полиции, живи к депутатам, ко всем уже, кому только не обращаться, уже не знаем просто куда. Местные утверждают, что полиция перестала штрафовать нарушительницу еще в 2016 году. Последние 4 года им предоставляют лишь отписки о том, что сотрудники правоохранительных органов в результате осмотров нарушений выявить не могут. Однако недавно все же состоялась новая проверка, которая подтвердила обратное. 26 ноября сотрудниками полиции в данном доме был обнаружен мужчина, который признался, что ему реализовала алкогольную продукцию в жительницу данного дома. Изъят около 11 литров смертно-соземляющей продукции. Весь алкоголь изъят оправлен на экспертизу. В случае подтверждения, что данный алкоголь является самогоном, в жительницу дом будет привлечена к административной ответственности. Если проведена проверка и, по мнению проверяющих органов, никаких нарушений не выявлено, то данное решение подлежит обжалование либо в суд, либо в вышестоящем органе. Также юрист отметил, что при повторном административном правонарушении в данном случае может наступить уголовная ответственность, которая подразумевает лишение свободы на срок до полугода. Однако пока жители дома терпят пьяных людей в своем подъезде. До каких пор остается неизвестным. Александр Кацун, Олег Николаев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.